Музыка Всем привет, бонжур, хеллоу! Вы смотрите Фрэш Трэш Монреальских Нескучностей! Кстати да, я сегодня не один, мне помогает Ольга. Ничего личного, просто мы вместе работаем, а вместе мы, отличная команда. Привет, бонжур, хеллоу! Ну и первая новость, возбудившая монреальскую общественность. О хорошем отношении к лошадям, как говорил Маяковский. Случилось так, что на днях в старом порту, прямо на своем рабочем месте упала лошадь. Просто рухнула. Беднягу 10 минут не могли поставить на ноги. Уже думали о плохом. Все мы, конечно, лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. И это, кстати, совсем не редкий случай. Дело в том, что водители-кобылы, то есть извозчики, вовсе не любители животных. Просто сдали кое-что в правилах дорожного движения и чисто деньги зарабатывают. А животные, между тем, находятся в ужаснейших условиях. Открытых железных амбарах всю зиму. Вот, посмотрите, мы специально нашли эти конюшни и сняли. Об этом среди праздников и свадеб около Ноттердама и протестовали 25 человек с плакатами «Остановите насилие животных» и «РИП» с именами лошадей, которые не вынесли бесчеловечного отношения. Медиа-агентство Асер-Инфо. Разработка стратегий, макета, печать. Реклама на общественных экранах. Всегда поможем. Онлайн и офлайн. Продолжаем тему неравнодушных людей. Вот пример, как без политики молодые мамы стали благотворителями. Так бывает, когда сердце на месте. Такую картину, чтобы худенькие дамы тащили коробки в 30 килограмм, нечасто увидишь в Канаде. А у нас есть. На троих у этих девушек 500 детей. Это так, навскидку. 140 ребят в Краматорском детском доме, 320 в Макеевском интернате и 25 семей с особыми детьми. Нужды и пожелания каждого ребенка учитываются и раз в три недели гуманитарная помощь отправляется за океан. Как рука помощи. Ему действительно это нужно. Если бы это было сейчас в любой другой стране, дай бог, чтобы этого не было, не дай бог этого, то, конечно, бы это не делали в другую страну. Это очень такая ситуация, которая все равно трогает. Тем более, что мы все одной крови. Не важно, откуда мы. Молодые мамы пакуют к отправлению груз дома. Часть, которого отдали под склад, с позволения мужей. Пакуют сами, сами тащат, отсылают, будучи глубоко беременными. Или, как сейчас, с блонденцами на руках. Пять волонтеров. У двоих маленькие дети. У меня девочка и еще одна девочка, Саша. У нее мальчик на миссис старший. Мы с ними вместе. Пока один ребенок спит, другого качают. Мама укладывает вещи в коробки. А начиналось просто. Накопились детские вещи. И мамы решили поделиться. Где-то через месяц мы получили фотоотчет. Мы получили эти фотографии. И когда мы увидели этих детей с этими нашими тряпочками, которые мы паковали, мы плакали дня два, наверное. И после этого мы даже не сговаривались. Это не обсуждалось. Мы не собирались и мы не говорили, давайте, наверное, дальше. Просто одна из, по-моему, Маша позвонила и сказала, девчонки, а когда следующие посылки? Доброе дело не остается безнаказанным. Тут же посыпались обвинения во всех смертных и других грехах. Реакции бывают от поклонения девочке, вы боги, вы вообще молодцы, до того, что вы поддерживаете террористов и детскими пижамами. Да, были звонки ночью, не только мне, и девочкам тоже с угрозами. Меня так похлопывают по кричу и говорят, ну, Юля, всем же не поможешь. И это безумно обидно слышать. И вот я хочу сказать, не нужно всем. Не нужно всем, нужно одному. Это набор фломастеров и несколько книжек раскрасок. Это все, что нужно. Купите это и отправьте. И когда вы увидите фотографию ребенка с совершенно сияющими, счастливыми глазами, который прижимает к себе эти фломастеры, вот тогда вы поймете, что вы сделали. Насколько великое дело вы сделали. И дело даже не в этих фломастерах. А дело в том, что это его первые фломастеры, потому что ему никто никогда ничего не дарил. А вы первые. Ну и еще потрясная новость из канадских окрестностей. Знаете ли вы, что в Оттаве живет уникальный священник? Кевин Фаст уже давно мировая знаменитость, но не в силе божьего слова, а в поднятии тяжести. Фаст уже не в первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Ранее, когда ему был 51 год, он установил рекорд. Ему удалось сдвинуть с места самый тяжелый самолет – 189 тонн. Кроме того, священник сумел протащить на 30 метров самый тяжелый в мире грузовик – 57 тонн. А также поднять, посадить на спину 22 женщины. Воистину, силы Господни велики. Торонтовец решил доказать миру, что пчелы – это прекрасно, и собрал на свою голову более 100 тысяч насекомых. А вы говорите, скучно в Канаде. Это же неспроста. А в Торонто вообще круто. Поселился на крыше аэропорта маленький енотик и приветствует отъезжающих и встречающих. Всем нравится. А сейчас история успеха с ножичком в руках. Красота – страшная сила и дело рук человеческих. Очень острый репортаж. Знакомьтесь, это ажурный арбуз, кремовые розочки из дыни, красные маки и тюльпаны из цукини. А это куколки-двойняшки и их общая мама – мастерица Алена, гуру карвинга, обладательница золотых ручек и специального ножичка. Очень легко. Это очень… Просто надо знать, где подрезать, как вырезать и кинуть в холодную воду. Все. Холодная вода сделает свое дело. Искусство карвинга к Алене, архитектору по образованию, пришло неожиданно и по велению души. Технике обучалась в Таиланде. У истоков, так сказать. Дальше тысяча и одна бессонная ночь с вырезаниями. Порезы и поколы на пальцах. Когда я училась этому всему, начинала, я, например, покупаю домой продукты. Прежде чем съесть арбуз, тихо, сначала мама тренируется. Я повырезаю, повырезаю, там дети ели. Колище режущие предметы в руки, ученица есть, поехали. Начинаем мастер-класс. Попробуем вырезать хотя бы листочек. Так, нам понадобится цукини и нож. Нож держим как ручку, как ручку, карандаш. И нам нужен будет мизинец. О, отлично, отлично, отлично. У меня была история, ребенок очень-очень плохо питался. Очень плохо питался, это мягко сказано. Он ел только каши и макароны с сосисками. Что такое овощи и фрукты, это было очень сложно. И вот, и так получилось, что я что-то вырезала, вырезала листочек. И он говорит, а можно это съесть? Я такая, опачки, конечно. Конечно, я тебе и розочку с морковки вырежу. От минуты до пяти примерно уходит на один суток. Листик – это буквально минута максимум. Вот это у меня заняло где-то минут 30. Но перед этим, конечно, много-много ночей, проведенных в практике. Время шло. Оля вырезала листик из цукини, а мы узнали, что нереальный шедевр – розочку на семечке яблока. Алена тоже может. Причем так, болтая по скайпу. Когда я вырезаю мелкие детали, вот я вырезала семечку у яблока. Семечку? Да, потому что я считаю, что профессионалом становится, когда делают какую-то мини-работу. Заметим, что после съемок ни одного красивого овоща не выжило. Мы держались честно, но вкусно же дынную розочку проглотить. На сегодня это все. Берегите себя и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши нескучности. Всего доброго. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова